Дамы и господа Добрый вечер! Добрый вечер, доброе утро, добрый день! Неважно, в какое время суток мы встречаемся с вами, уважаемые телезрители, главное, мы говорим вам «Здравствуйте!». Вы смотрите самую познавательную из развлекательных и самую развлекательную из познавательных программ «Шоу Битвы интеллектов» на канале «Губерния». А дворочный турнир шестого сезона подходит к своему завершению. Совсем скоро мы узнаем имена тех четырех счастливчиков, кому предстоит играть в финале четырех, и тем, кому предстоит играть в утешительном финале за пятое место. Нам осталось провести два отборочных поединка, первый из которых начинается прямо сейчас. Красный игровой стол. Команда ТБВ. В составе Иван Нерушин, Андрей Севастьянов, Тимур Фахруддинов, Игорь Абросимов. И капитан команды Александр Хроменков. Напоминаю, что весь сезон мы играли по круговой системе. Каждая из команд встречалась дважды с каждой. И вот сейчас, на данный момент у команды ТБВ шесть набранных очков. Их соперники за желтым игровым столом. Команда «Интеллект». Дмитрий Ильин. Ильдар Мурсалимов. Антон Киянец. Саша Бузаев. Саша Попов. И капитан команды Заур Мамедов. В активе этой команды на данный момент десять набранных очков. В сезоне участвуют шесть команд. Четыре из них выйдут в полуфинал. Желаю вам удачи, уважаемые команды. Мы начинаем ваш поединок. Вопрос номер один из пяти ожидающих вас. Он сама на мосту пилил. Внимание, вопрос. Назовите его. Время. Я слушаю ответ команды «Интеллект». Ответит Саша Бузаев. Мы посчитали то, что это поговорка, и Кирилл на мосту сама пилил. 20 секунд у команды ТБВ. 5 секунд осталось у вас, уважаемая команда. Есть ли ответ? Ответа нет. Уважаемые команды, это, конечно, была не поговорка. Это был полиндром. То есть это предложение будет читаться одинаково, с какой бы стороны он не читать. Слева направо или справа налево. Соответственно, он, это Лилипут. Лилипут сама на мосту пилил. Вот такой был правильный ответ. 0-0, счет не открыт. Переходим ко второму вопросу. Он звучит следующим образом. На разноцветном логотипе зимних Олимпийских игр 2010 года зеленый, синий и голубой цвета символизировали леса, горы и океан. Желтый символизировал восходящее солнце. Внимание, вопрос. А что на логотипе символизировал красный цвет? Время. И вновь желтый стол пробует первым. Ответит Антон Кеннис. Итак, Антон. Мы считаем, так как игры проводились в Канаде, может быть, кленовый лист, ну, красный кленовый лист. Он даже не может, он именно кленовый лист и символизировал, потому что игры походили, как вы правильно сказали, в Канаде, в канадском Ванкувере. А на флаге Канады красный кленовый лист. 1-0 повела команда «Интеллект». Вопрос номер три. Уважаемые команды. Томас Санкара, который придерживался коммунистических взглядов, принимал участие в разработке герба Буркина-Фасо. На гербе этой страны определенным образом расположены, внимание, автомат Калашникова и Мотыга. Аллюзии на что, по мнению составителя статьи Википедии, являются элементы этого герба. Время. Команда ТБВ на первой секунде. Ответит Иван Нерушин. Итак. Аллюзии на союз Меча и Орала. Союз Меча и Орала. 20 секунд для команды «Интеллект». Я слушаю вас, уважаемая команда. Мы считаем, что это аллюзия на серп и молд. Президент Буркина-Фасо Томас Санкара недаром был приверженцев коммунистических взглядов. Естественно, это аллюзия на серп и молд на гербе Советского Союза. 2-0. Вопрос номер 4. Я прошу тишины. Однажды летчик Евгений Борисенко четырежды пролетел под Троицким мостом в Ленинграде. Случилось это во время съемок художественного фильма о другом человеке. Внимание, вопрос. О ком именно был фильм? Время. Команда ТБВ. Ответит Игорь. Это был документальный фильм о летчике Чикалове. Который впервые... Несмотря на то, что вы сказали документальный, но вы правильно сказали, что это был фильм о Валерии Чикалове. Это был художественный только фильм, естественно, а не документальный. Евгений Борисенко был первым уважаемой командой, кто повторил этот дерзкий поступок Валерия Чикалова. Пролетел четырежды под Троицким мостом. 1-2. 1-2. Команда ТБВ сокращает отрыв в счете. Решающий пятый вопрос, который либо принесет один балл в актив команды ТБВ, либо принесет победу команде «Интеллект». Внимание. В одном из произведений Томаса Харриса за агентом ФБР охотится серийный убийца. В связи с этим друг главного героя советует ему всегда при себе иметь второй шанс. Внимание, вопрос. Назовите одним словом то, что представлял собой второй шанс. Время. Я слушаю ответ «Желтого стола» команды «Интеллект». Мы считаем, что подразумевается, что иметь нужно напарника. Иметь нужно напарника. То есть напарника убьют, у тебя будет второй шанс. 20 секунд для команды ТБВ. Я слушаю ответ команды ТБВ. Ответит Вугородинов Тимур. Ну, возможно, иметь двойника. Иметь двойника. Уважаемые команды, речь шла о произведении «Красный дракон». Это, как вы помните, одна из книг о серийном убийце докторе Лекторе. И друг главного героя Томаса Харриса, агента ФБР, сказал ему, что ты должен иметь при себе второй шанс. То есть надеть бронежилет. Речь шла о бронежилете. Уважаемые команды. 1-2. Победу в этом поединке одерживает команда «Интеллект». Спасибо за игру, уважаемые команды. Уважаемые телезрители, шоу «Битва интеллектов» на канале «Губерния» продолжается. Второй поединок, он же завершающий в отборочном турнире шестого сезона. «Красный игровой стол». Команда «ТБВ». Иван Нерушин. Андрей Севастьянов. Тимур Фахруддинов. Игорь Абросимов. И капитан команды Александр Хроменков. Шесть набранных очков в активе команды «ТБВ». Их соперники. Желтый игровой стол. Команда «ПП-штрих». Денис Кушков. Екатерина Медведева. Александр Плетнев. Мария Савельева. И капитан команды Иван Бобкин. В активе команды «ПП-штрих» 11 очков. Начинаем, уважаемые команды. Вопрос номер один. Историки отмечают чрезмерную любознательность императора Петра Третьего. Его странные привычки. Курить трубку, пить английское пиво, играть на музыкальном инструменте. Внимание, вопрос. На каком инструменте играл Петр Третий? Время. Время. Команда «ТБВ», я слушаю ваш ответ. Ответит Нерушин Иван. Это инструмент «Флейта». «Флейта». 20 секунд для команды «ПП-штрих». Желтый стол. Команда «ПП-штрих». Отвечу я. И мы думаем, что это «Волынка». Уважаемые команды, многие черты характера Петра Третьего, а именно курить трубку, пить английское пиво, играть на музыкальном инструменте, полностью совпадают с героем книг Артура Конан Доля, Шерлоком Холмсом. Поэтому играл он на скрипке уважаемой команды. 0-0, счет не открыт. Вопрос номер два. Я прошу тишины. Попав в опалу, Макиавелли вынужден был уехать с семьей в деревню. Денег у него было в обрез, поэтому он практически каждый день ходил в лес и намазывал ветки деревьев клеем, уважаемые команды. Внимание, вопрос. С какой целью это делал Макиавелли? Время. Я думаю, что когда люди другие проходили через лес, то веточки как-то хватали деньги у них из кармана, оставались, и он потом приходил и собирал их. Ох, вы подали самарским ворам новый способ добывания денег, но он не верен. 20 секунд. 20 секунд. Вариант для ловли птиц. Для ловли дроздов, чтобы накормить семью. Но поскольку дрозды – это птицы, это совершенно правильный ответ. 1-0. Итак, вопрос номер 3. В 1981 году Томас Санкара был назначен государственным секретарем по информации в Республике Верхняя Вольта. Не став ничего выдумывать, будущий президент государства Буркино-Фасо отправился на свое первое заседание на нем. Внимание, вопрос. Назовите его. Время. Желтый стол. Я слушаю ответ. Мария Савельева. Мы думаем, что это велосипед. Томас Санкара был приверженцем скромных расходов в политике. Вошел в историю как самый бедный президент. Вы знаете, после его смерти осталось имущество. Автомобиль Peugeot, старый с престарой, холодильник с неработающей морозилкой, три гитары и четыре велосипеда. Так вот, как раз на одном из них он и поехал на первое заседание. Совершенно правильно. 1-1. Вопрос номер 4 звучит следующим образом. В одном из эпизодов произведения, написанного в 60-е годы прошлого века, кот запрыгивает на дерево, и на голову главного героя сыплется чешуя. Внимание, вопрос. Назовите породу дерева, уважаемые команды. Время. Красный стол был быстрее. Отвечу я, это дуб. Прокомментировать сможете? Ну, это пародия на дуб из сказок Пушкина, по которому кот ученые ходят, там же русалка на ветвях сидит. А произведение братьев Стругацких понедельник начинается в субботу. Совершенно правильно. 2-1. Команда ТБВ повела. Вопрос номер 5, он же завершающий в вашем поединке. Триумфальное возвращение Наполеона с острова Эльба в марте 1815 года сопровождалось шумными демонстрациями его сторонников. Так, например, рабочие Гренобля хотели преподнести императору ключи от городских ворот, уважаемые команды, но не нашли таковых. Тогда они преподнесли Наполеону, внимание, вопрос, что именно они преподнесли? Время. На первой секунде команда ПП Штрих. Отвечает Александр. Извините, зовут Милев. Плетнев. Итак. Мы думаем, что это триумфальная арка. Триумфальная арка. 20 секунд для команды ТБВ. Есть ли ответ, команда ТБВ? Ответа нет. Уважаемые команды, они не нашли ключи от городских ворот. В одной из песен незабвенного Виктора Цоя поется «Если к двери не подходит ключ, вышиби дверь плечом». Они преподнесли городские ворота сами, понимаете? Они их сняли и принесли Наполеону, потому что не было ключей. 2-1. Вот такой был правильный ответ. Спасибо за игру, уважаемые команды. На этом отборочный турнир шестого сезона закончен. Итоговую таблицу, уважаемые телезрители, вы сейчас видите на своих экранах. Уважаемые телезрители, шоу «Битвы интеллектов» на канале «Губерния» шестой сезон. Время полуфиналов. Первый из них начинается прямо сейчас. В нем участвуют. Победители отборочного турнира команда «Скажи 300» – красный игровой стол. В составе Никита Рублев. Дарья Макушова. Станислав Кондратьев. Сергей Кухарев. Виктория Бочкарева. Капитан команды Александр Корясов. Их соперники, команда, которая в последний момент вскочила на подножку поезда, ведущего в полуфинал, команда «Интеллект». Желтый игровой стол в составе. Дмитрий Ильин. Ильдар Мурсалимов. Антон Киянец. Саша Бузаев. Саша Попов. И капитан команды Заур Мамедов. Здесь все у нас просто, уважаемые телезрители, уважаемые команды. Система плей-офф подразумевает пять вопросов. Если по истечении этих пяти вопросов какая-то из команд будет иметь наибольшее количество правильных ответов, та и выйдет в финал. Если же число ответов будет равным, будут дополнительные вопросы до первого правильного ответа. Желаю удачи вам, уважаемые команды. Начинаем первый полуфинал, первый вопрос. Помните о фальстарте. До того момента, как ведущий произнесет слово «время», нажимать на кнопку нельзя. Команда, которая сделает это, будет лишена права отвечать на вопросы. Итак, в повести «Козленок в молоке» Юрий Поляков пишет, что у стюардесс она такая, что ее перед сном можно вынуть изо рта и положить в стакан с водой. Внимание, вопрос. О чем идет речь? Время. Красный стол. Команда, скажи 300, я слушаю вас. На этот вопрос ответит Сергей Кухаев. Нам кажется, что речь идет об улыбке. 1-0, счет полуфиналя открыт. Вопрос номер два. Активный он использует мускулатуру брюшного пресса, диафрагмы и межреберных мышц. Вопреки распространенному заблуждению, он состоит из смеси газов, в которых присутствуют 17% кислорода и всего лишь 4% углекислоты. Внимание, вопрос. О чем идет речь? Время. И все-таки, и все-таки быстрее красный стол снова. Я слушаю. На этот вопрос ответит Никита Роглев. О чем идет речь, Никита? Нам кажется, что это выдох. 2-0. Речь идет о выдохе человека. Вопрос номер три. Его настоящее имя – Алекс Мерфи. Работает он в Детройте. Журнал «Мир фантастики» поставил его на второе место в списке самых знаменитых киборгов. А заметку о нем назвал «Железный дровосек». Внимание, вопрос. А кем на самом деле работает Алекс Мерфи? Время. Желтый стол был быстрее. Я слушаю ответ команды «Интеллект». Отвечает Ильдар Мусалимов. Ильдар. Он работает полицейским. Вы совершенно правы. Алекс Мерфи – это знаменитый робот-полицейский или Рыбаков. Вопрос номер четыре. Счет тем временем стал 1-2. Он погиб 12 мая 2002 года, уважаемые команды, когда на него, кроме всего прочего, обрушились 10 тонн рубероида. Обслуживать его была должна волчья стая. Но 15 ноября 1988 года он обошелся без нее. Внимание, вопрос. А что он совершил 15 ноября 1988 года? Время. Красный стол. На этот вопрос ответит Сергей Кухаев. Он совершил свой первый полет в космос, поскольку это Буран. Я бы даже сказал, первый и последний полет в космос. В 12 мая 2002 года в монтажно-испытательном корпусе в Байконуре на него обрушилась крыша. И Буран погиб. И Буран погиб. 3-1. Буран приносит победу в полуфинале команде. Скажи 300 со счетом 3-1. Я поздравляю вас с выходом в финал, уважаемая команда. Ну, а команда «Интеллект» вас ждет встреча за третье место. Спасибо за игру, уважаемые команды. Уважаемые телезрители, второй полуфинал на канале «Губерния» в шоу «Битва интеллектов» шестого сезона. В нем встречаются команда, завоевавшая второе место в отборочном турнире. Команда «Сыкс Пистолс» красный игровой стол в составе. Артем Проничев, Анастасия Печкасова, Екатерина Варлашина, Роман Шамсуддинов, Дамир Загруддинов и капитан команды Николай Дзех. За желтым игровым столом их соперники команды «Ищадия Рая» в составе. Наталья Притеченская, Максим Золотов, Сергей Арташкин, Юлия Кудрина, Александр Штриков и капитан команды Роман Никушин. Команда «Ищадия Рая» была третьей в отборочном турнире. Начинаем, уважаемые команды. Условия те же самые. Пять вопросов в случае ничьей, дополнительные до первого правильного ответа. Первый вопрос. Одним из первых предложил использовать их англичанин Джозеф Листер. Это было примерно полтора века назад, уважаемые команды. Но, как выяснилось, зачастую они являются вовсе не символами чистоты, а наоборот рассадниками заразы. Так сотрудники Бермагенского госпиталя обследовали на выбор сотню экземпляров. И на четверти из них был обнаружен золотистый стафилококк. Внимание, вопрос. Назовите их двумя словами. Время. Красный стол. Отвечайте, Анастасия Печкасова. Анастасия. Мы считаем, что это носовые платки. Носовые платки. 20 секунд для команды «Исчадия рая». Я слушаю ответ. Отвечать будет Сергей Арташкин. Итак, Сергей. Можно предположить, что это медицинские пиявки. К сожалению, ни одна из команд не ответила, хотя кажется, что команда «Сикс Пистолс» была в правильном направлении. Анастасия. И уважаемая команда «Сикс Пистолс». Это не носовые платки. Это белые медицинские халаты. Белые халаты. Вот такой был правильный ответ. 0-0. Вопрос номер два. Забавно, что подготовка к нему проводилась в кофейне под названием «Зеленый дракон». Внимание, вопрос. Назовите его, уважаемые команды. Время. Не раздумывая, команда «Исчадия рая» пробует ответить. Я слушаю. Будет отвечать Сергей Арташкин. Мастер неправильных ответов. Пивной бунт. Пивной? Пивной пуч, пивной бунт. 20 секунд для команды «Сикс Пистолс». Есть ли варианты, господин Дзех у команды? Нет. Варианта нет. Забавно, уважаемые команды, что подготовка к нему проводилась в кофейне. Потому что речь идет о бостонском чаепитии. Потому что странно, да? Что и забавно, что чаепитие в кофейне. 0-0. Вопрос номер 3. Внимание. Давайте поговорим о важнейшем из искусств, уважаемой команды. Коим для нас является кино. В фильме «Ви значит вендетта» содержится много намеков и ссылок на название этого фильма, уважаемые команды. Так, например, камера заключения главного героя обозначена римской цифрой 5. Ну, то есть как «Ви», да? Во время вступительного монолога к «Иви» он говорит 5 предложений, содержащих 49 таких слов. Внимание, вопрос. Назовите общую особенность этих слов, уважаемые команды. Время. Я слушаю ответ команды «Сикс Пистолс». Отвечает Роман Шамсудинов. Мы предполагаем, что эти слова состояли из 5 букв. Эти слова состояли из 5 букв. 20 секунд для команды «Ищадия Рая». Итак, кто будет отвечать? Ответит Максим Золотов. Я слушаю Максим. Слова просто содержат в себе букву «В». «Ви». Собственно, содержат в себе начинаются. Итак, я не… Содержат, когда начинается, это содержится так же. Я смотрю на редактора и не принимаю ваш ответ, потому что сначала вы сказали «содержат букву «В», а они действительно все до одного начинаются на букву «В». 0-0. Счет остался прежним. 0-0. Вопрос номер 4. Согласно одной юмористической картинке, он не смог бы пройти по прямой, если бы проходил первичный тест на наличие алкоголя в крови. Внимание, вопрос. Назовите его двумя словами. Время. Фальстарт, желтый стол. У красного стола 20 секунд. В этом случае, конечно, не два секунда. Вы совершенно правильно считаете. 1-0. 1-0. Счет открыт. Команда «Сикс Пистолс» повела. Вопрос номер 5. И либо команда «Ища Ди Рая» сравняет счет, и нас тогда будут ждать дополнительные вопросы, либо победу одержит команда «Сикс Пистолс». Я прошу следить за фальстартом, уважаемой командой. До слова «Время» на кнопку нажимать нельзя. Героиня Александра Ильичевского отрабатывает навыки сложения в столбик. В качестве учебного материала она использует их. Ведь в конце «их» всегда дается ответ. Внимание, вопрос. Назовите «их». Время. Быстрее, красный стол. Мы считаем, что она использует сканворды. Кроссворды, сканворды. 20 секунд для команды «Ища Ди Рая». К сожалению, ваш ответ не верен. Команда «Сикс Пистолс». Я прошу тишины, и очень точно я слушаю ответ команды «Ища Ди Рая». Отвечать будет Сергей Арташкин. Слушаю, Сергей. Попробуем как можно более точно. Использовались магазинные чеки. То есть такой чек, в котором указана стоимость каждой покупки и в конце... Это очень точно, Сергей. 1-1. 1-1. Вы сравняли счет. По условиям игры, уважаемые телезрители, нас ждут дополнительные вопросы до первого правильного ответа. Вот он, первый дополнительный вопрос. Если одна из команд ответит правильно, она и выйдет в финал. Очевидно, что впервые этот термин появился в работе лотарингца Мартина Вальдзея-Мюллера. Работа называлась «Введение в космографию». Была издана в 1507 году. Внимание, вопрос. Что же это за географическое название «Время»? Красный стол команды Sex Pistols. Ну, допустим, это название Европа, спутник Юпитера. 20 секунд есть у команды Исчадия Рая. Параллельный регион. А почему такой нам вопрос? Вот аренда, 16 век еще. Я прошу тишины. Желтый игровой стол. Как всегда, прошу точного ответа. Ответь Сергей Арташкин. Итак, Сергей. Предположим, что это экватор. Это экватор. Уважаемые команды. Полностью... Полностью... Эта работа называлась, послушайте. Карта мира построена в соответствии с методами Птолемея и дополнениями с новыми землями от Америга Веспутчи. Это название географической Америки, конечно же, уважаемые команды. 1-1. Счет остался прежним. Нас ждет второй дополнительный вопрос. Итак, второй дополнительный вопрос. Одна компания предлагает покупателям майки, на которых нарисована карта одного из крупнейших городов Германии, уважаемые команды. Надпись на майке всего лишь на одну букву отличается от названия самого города. Внимание, вопрос. Воспроизведите эту надпись. Время. Красный стол команда... Что надо сказать? Воспроизведите надпись на майке. Франкфурт на майке. Ну, вместо Франкфурт на майне, было Франкфурт на майке написано. Совершенно правильный ответ. 2-1. Итак, команда Six Pistols выходит в финал. Я поздравляю вас, уважаемая команда. И команда Ищадия Рая, спасибо вам за игру. Вас ждет поединок за третье место. Уважаемые телезрители, в следующем эфире нас с вами ждет самое интересное в шестом сезоне. Мы с вами увидим плей-офф за первое место, за третье место, за пятое. Ну и, кроме того, нас с вами ждет еще суперфинал. Нас с вами ждет очень хороший сюрприз. Смотрите шоу «Бетого интеллекта» на канале «Губерния». И помните о том, что знаний, как и любви, много не бывает. Увидимся. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ